Блестящий советский разведчик нелегал с позывным Андрей, но его настоящее имя Дмитрий Александрович Быстролетов. Бюст легендарного советского разведчика Дмитрия Александровича Быстролетова открыть. Памятник легендарному разведчику отныне есть в его родном Крыму, а сквер, где установили бюст, в скором времени тоже будет носить имя советского офицера Быстролетова. Ему удалось добыть дипломатические шифры большинства ведущих держав Европы. Он создал развлитвенную сеть источников ценнейшей политической и военно-стратегической информации. Его высокий профессионализм, целеустремленность и тонкий ум позволяли выполнять самые сложные задания Центра. Судьба этого человека по-настоящему уникальна. Быстролетов знал 22 иностранных языка. В качестве нелегального разведчика работал в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке. За годы службы ему удалось добыть ценнейшие шифры, провести успешные вербовки, принять участие в сложнейших операциях. То, что памятник сегодня открывается непосредственно крымчанину, разведчику, разведчику-нелегалу, это вдвойне достойно внимания. На самом деле, конечно, знаете, что большинство подвигов сотрудников, которые работают в нашей разведке, к сожалению, не становится никогда объектом гласности. И гриф секретности снимается зачастую спустя десятки лет, после того, как люди уже и шли из жизни раньше времени зачастую. Поэтому сегодняшнее мероприятие, уверен, знаковое. Памятник открыли в год 120-летия со дня рождения разведчика. Проект по изготовлению бюста был реализован российским военно-историческим обществом. Кроме того, в честь Дмитрия Быстролетова будет названа также улица в Подмосковье. Я бы хотел, Сергей Евгеньевич, поддержать эту историю с топонимическими названиями. Мне кажется, очень правильно, потому что первый шаг доска на здании, где учился, жил, работал, или бюст в том месте, которое исторически связано, памятник, который исторически связан с этими выдающимися именами. Но мы сможем сказать, что память об этих удивительных людях увековечена. На самом деле я скажу по-другому. Хотя бы чуть-чуть восторжествовала справедливость. Хотя бы чуть-чуть мы смогли воздать долг памяти тем, кого система выкинула из исторической памяти. Если поступила с ними несправедливо. Хотелось бы верить, что имя Быстролетова, крымчанина, тоже найдет свое отображение на карте Симферополя или Крыма. Там же, в Крыму, Сергей Нарышкин осмотрел выставку, посвященную юбилею писателя Юлиана Семенова, создавшего серию романов о разведчиках. Председателю исторического общества показали рукописи о советском разведчике Штирлице с авторскими пометками писателя. Жил там, проводил значительное время, написал много последних романов. А после смерти писателя, дача досталась по наследству его дочери Вольки, вашей дочери Вольки. Знаменитый писатель, мастер политического детектива Юлиан Семенов очень любил Южный берег Крыма и часто бывал в этих местах. На Черноморском побережье, вдали от суеты, он работал над своим главным произведением – циклом романов о полковнике Исаеве. Сегодня и автор, и его литературный герой, любимый литературный герой стали частью истории и нашей страны, частью истории Крыма и Севастополя. И абсолютно закономерно, что здесь, именно здесь, в Музее обороны Севастополя, вот открыта эта экспозиция, которая приурочена к 93-ю со дня рождения Юлиана Семенова. Привез в Крым Сергей Нарышкин и главный приз национального конкурса «Книга года», который получил трехтомные монографии об истории Севастополя. Драгоценное яйцо в деревянном ворце, инкрустированное бриллиантами и сапфирами, Нарышкин передал губернатору Севастополя. Это по-настоящему глубокий, фундаментальный труд. Я бы сказал, что, наверное, по пальцам можно перечислить российские регионы, которые имеют вот такой академический труд. Так что у севастопольцев есть еще один предмет для гордости. И сегодня я с большим удовольствием хотел бы вручить Михаилу Владимировичу вот этот приз, главный приз конкурса «Книга года». Мы, конечно же, сегодня эту книгу максимально насыщаем наши школы, наши библиотеки. Это сейчас книга, которая, ну, так и установится, ну, собственно, то, что необходимо иметь, так сказать, для правильного изучения истории Севастополя, осмысления всех процессов, которые происходили, причем от древнейших времен до событий 2014 года, что очень важно. Это награда, которая, безусловно, дана прежде всего коллективу авторов. Конечно, большому коллективу тех, кто работал над книгой, но и самому городу-герою Севастополя. Потому что именно Севастополь объединил людей неравнодушных, людей, любящих историю. И я полагаю, что российское историческое общество в этом смысле, да, вот не знаю, на что-то горит, на опорная точка. В завершении визита Сергей Нарышкин осмотрел недавно открытый монумент погибшим в гражданской войне и возложил цветы к подножию памятника. Служба информации фонда «История Отечества».